Народным гулянием в этот день благоприятствовала погода. Родители с детьми, молодежь, люди элегантного возраста. К обеду Брестский парк отдыха был заполнен горожанами. В преддверии Великого Поста в заключительный день масленицы можно позволить себе наесться от души и спробовать традиционные праздничные яства. Так решили и брещане, а потому ни в чем себе не отказывали. С аппетитом уплетали блины, мясные блюда, пирожки, борщ и другие угощения. Не забывали о масленичных забавах, пели песни, танцевали. Смелые и сильные парни не упустили возможности взобраться на высокий столб. Самые маленькие брещане в качестве развлечения выбрали аттракционы и катание на лошадях. Наслаждались сладкой, воздушной ватой. На начало масленицы в первый день, либо на закрытие, по-моему, каждый год ходим. Нам очень нравится, у нас вот самый любимый аттракцион, это когда на столб лазит. Всегда ходим посмотреть, поболеть. Очень радостно, я смотрю, все люди веселятся, катаются на лошадях. Мы сами на острике покатались, ну, очень весело. Масленица, это уже весна, весна пришла, радуются люди, радуется земля, природа, и мы тоже радуемся. В это время в другом парке было не меньше народу. Здесь гущеели и сосен отдыхали и наслаждались праздником горожане. Смотрели концерт народных коллективов и брестских исполнителей. Традиционные забавы, конкурсы, программа развлечений была насыщенной. Гостям парка скучать не пришлось. Народный праздник Масленицы, как мы узнали, один из самых любимых горожанами. И причин для этого немало. С годами древнеславянский праздник видоизменился. Сегодня проводы зимы выглядят несколько иначе, чем столетия назад. Однако многие из традиций, заложенных нашими предками, по-прежнему соблюдают и чтут. Как оказалось, неплохо знают об истории праздника, ритуалах, приметах, символах и других названиях. Что символизируют блины? Солнце. А почему? Потому что круглый, желтый, теплый. Ага, правильно. Хорошо. А скажите, как в старину называли еще Масленицу? Если я не ошибаюсь, только Моедица. Сладкие уста называли, по-моему, и Объедуха. Вот так. Потому что, ну, кушали все оставшиеся после зимы, наверное, запасы. Как называли? Точно знаю, что мясо пустное. Вот. И сырное. Прощение с Масленицей прошло весело. С хороводами, песнями, плясками, играми, заманиванием солнца, кормлением и сжиганием чучела зимы. С понедельника, который в народе называют «чистым понедельником», днем очищения от греха и скромной пищи, начался Великий пост. Продолжение следует.